Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании «Новый век» в студии Вера Кочинова. Накануне в Верховном хурале Республики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по реализации соглашения о сотрудничестве между Сибирским федеральным университетом и правительством Тувы. На нем присутствовали преподаватели Военно-инженерного института Сибири, представители правительства Тувы и разных министерств и ведомств Республики. Обсудили основные требования для поступления в Военно-инженерный институт и что необходимо сделать для повышения качества образования в Республике. Подробнее расскажет Диана Баян-Багус. При жесточайшем, на мой взгляд, отборе в Военно-инженерный институт, но и в целом по военно-патриотическому воспитанию, в частности, о военно-патриотическом движении, которое очень активно у нас с вами идет, Юно-Армейское движение в Республике Тува. Заместитель министра образования и науки Тувы Светлана Ощепкова передала члену межведомственной комиссии Юрию Караулу брошюру о юно-армейцах Тувы, а также добавила, что будет и приложение к нему. Светлана Ощепкова отметила, что конкурс по отбору выпускников в Военно-инженерный институт проводился среди школ и СУЗов Республики. Изначально желающих было 267. Было сформировано 121 личное дело. Многим не хватило баллов по физике и математике. В итоге отобрали 42 абитуриента в Красноярск. Поступили 25 человек, из них пятеро девочки. Мы техно-сотрудничаем уже третий год. И что у нас получается, что не получается. И в первую очередь идет очень хорошая совместная профориентационная работа. Мне бы хотелось сказать, что наиболее активно в самый первый год как раз инициаторами этой совместной профориентационной работы выступил как раз Верховный Курал Республики Тыва, боевое братство Республики Тыва. И подключили к реализации этого проекта Министерство образования. Военная кафедра Военно-инженерного института Красноярска ведет подготовку офицеров запаса по шести военно-учетным специальностям для нескольких видов вооруженных сил России. За время своего существования кафедра подготовила свыше 30 тысяч офицеров запаса. Среди выпускников – министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Тувы Шалбан Карол обратился к председателю законодательного собрания Красноярского края Александру Усу с просьбой принять в Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета всех воспитанников кадетского корпуса Республиканской школы-интерната. Мы когда стали смотреть, у них, во-первых, нет ЕГЭ, которые должны к нам поступать. У нас даже не военное училище, мы выше, чем военное училище. Если военное училище Росславский зенитракетно установил в этом году 27, а 27 установила и школа, чтобы троечка была по математике, то мы, университеты, то, я считаю, для университета, это, конечно, мало, стыдно, 30 баллов. Ну, хотя бы, чтобы они... Ну, если тройки у них будут, я сразу хочу сказать, что они поступят. В ответ Светлана Ощепкова пояснила, что в республике острый дефицит учителей физики, математики и информатики. По данному вопросу было решено, что институт будет отправлять своих преподавателей для подготовки детей к ЕГЭ и для обмена опытом с педагогами ТУВЫ. Что касается воспитанников президентского кадетского училища, здесь ситуация намного лучше. Наши воспитанники кадетского президентского училища, они выезжали в свои школы и, в общем-то, проводили такую системную работу по профориентации. То есть, если даже это пятиклассники, если даже это восьмой класс, да, а старшие классы в этом учебном году, это девятые классы, они приходили в свою школу и рассказывали не только о своем училище, не только про других гаузовских образовательных учреждений и Министерства обороны, но в том числе про военно-инженерные институты. 1 сентября состоится открытие военной кафедры Тувинского госуниверситета в Туве. Военная кафедра укомплектована на 80%. Аудитории полностью готовы к приему студентов. Всего на кафедре обучения пройдут 97 человек. Методические материалы и учебники приобретены, где есть дефицит литературы по образовательному процессу, загружены электронные версии. На данный момент констатируем факт, что личный состав формы одежды обеспечен, проведены соответствующие строевые смотры. Сегодня при очередном построении, я Евгению Николаевичу свое мнение выразил, что приятно осознавать, что стоит строит три взвода. Если бы не знать, что это военная кафедра, если бы просто зайти и посмотреть со стороны, я бы, в принципе, сказал бы, что это полноценная, полнокровная мотострелковая рота. Евгений Гарин намерен провести личную встречу со всеми студентами-первоокусниками из ТУВЫ, из других факультетов Сибирского федерального университета и предложить им пройти военную подготовку, после чего им будут присвоены воинские офицерские звания. Далее реклама. Не переключайтесь. Смотрите на шубы под рук. Ждете, когда подарят? Купи сама! Можно в рассрочку, без переплаты, на выставке «Меховые традиции». 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе Ярыгина. Нужны деньги? Приходите к нам! Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», 2-й этаж. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин и для будущих, и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам! Чульдум 31, торговый центр «Алексеевский», 2-й этаж, отдел 50. Продолжаем выпуск. Эфир продолжит новости короткой строкой. С 25 по 26 августа сотрудники ДПС в районах Тувы изъяли из незаконного оборота более 33 литров контрафактного алкоголя и спиртосодержащей жидкости. Полицейские пресекли два факта незаконной транспортировки контрафактной алкогольной продукции в Тандынском и Пихемском районах. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу. По всем указанным фактам проводятся проверки. Мероприятие по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции продолжается. 26 августа в Красноярском крае прошел легкоатлетический пробег 37-й Красноярский марафон. Было на выбор три дистанции. Пробег проводился с учетом возрастных групп. В группе мужчин от 50 до 59 лет первый финишировал наш земляк, учитель физической культуры гимназии города Шаганара Хавалы Николай, который неоднократно занимал призовые места в первенствах Тувы. Подготовка одного ребенка к школе в этом году обошлась родительскому кошельку в среднем в 12 745 рублей. Такие данные приводят в ЦИОМ. Как следует из статистики, нынешние сборы в школы стали дешевле на 14% чем в прошлом году. Сэкономить получилось за счет большинства школьных принадлежностей, канцелярских товаров, учебников, рюкзаков и так далее. При этом большая часть расходов по-прежнему приходится на одежду и обувь для ребенка. В среднем россияне заплатили за это по 6,5 тысяч рублей. В Кызеле сотрудники полиции задержали девушку, которая под видом медицинского работника проникла в квартиру пожилой женщины и совершила кражу. Установлено, что 26 августа незнакомая девушка похитила из сумки 86-летней пенсионерки денежные средства в сумме 11 тысяч рублей. Квартиру злоумышленницу впустила сама потерпевшая, поскольку девушка была одета в медицинский халат, имела при себе стетоскоп и представилась дежурным врачом. В настоящее время 23-летняя девушка задержанная ведется следствие. Лето – самое удачное время для приобретения роскошной шубки. Ведь только летом предприниматели предлагают низкие цены на зимнюю одежду. Ярмарка шуб, которая располагается в спорткомплексе имени Ирыгина, предлагает козолчанам изделия из мутона и меха по выгодным ценам. Смотрите на шубу подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилетки, дубленки и шапки. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты. С 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе имени Ирыгина. А сейчас о погоде. В течение суток 31 августа по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. В Кызыле ожидается переменная облачность, небольшой дождь, также возможны грозы. Ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин